Михаил – обладатель многочисленных кубков и медалей от Всюукраинской ассоциации голубеводов. Большую часть жизни он содержит, выводит и совершенствует одну породу. Сейчас николаевских высоколетных практически нет, потому что любители пернатых перестали их разводить. Вот таких старую николаевскую крупную, крупный голубей, их перевели в свое время. И, ну, как дань моды, перешли на мелких, как их называют, дутых голубей, горбатых и прочее. А это старая николаевская порода, которая была потеряна. Я пытаюсь ее восстановить. Сколько птиц в его коллекции, Михаил Швасбурц точно не знает. Говорит, около сотни. Зато сразу может сказать, кого из них нет. Каждый его голубь закольцован. На лапке год рождения птицы, инициалы хозяина и мобильный телефон. Благодаря этому их проще найти. Самый любимый питомец коллекционера – его тезка. Михаил Михайлович-младший выиграл множество наград за внешность и красивый полет. Число перьев, крыло, в зависимости от полета, ему больно. Немножко с изломом характеризует полет. Николаевских высоколетных у Михаила Швасбурда три масти. Сивая, черная, белохвостая и сиворябая. Последнюю вывели в Донбассе. Она была выведена искусственным путем одним моим хорошим приятелем по имени Боря, который потратил на выведение этой породы больше 40 лет. Он брал белых голубей, сивых, белохвостых, скрещивал между собой и за ряд лет получил то, что вы сейчас видите. Для того, чтобы получить такой стандарт, ну бывает из 15 голубят мы оставляем одного. Но самые красивые, считает коллекционер, это черно-белые голуби. Их перья на солнце переливаются всеми цветами радуги. Черные и белохвостые голуби считаются дорогими и редкими. Одна такая голубка стоит от 500 гривен. На солнце оперение этих птиц выгорает. И для того, чтобы оценить всю красоту этой породы, их нужно разводить в закрытом помещении.